Приветствую вас Екатерина, давайте разберём ваш вопрос. Значит, вы пишите о том, что у вас всё достало, ну или, по крайней мере, достало очень многое, да? Пишите, что вам ничего не хочется и пишите, что не очень понимаете вообще, зачем делаете то, что делает. Значит, что я могу вам сказать, в первую очередь, что подобное состояние возникает на ровном месте. И, что если, если, ну, подобная вот такая, подобный опыт, если у вас возник, то вероятнее всего, вероятнее, вероятнее всего, в данный момент стало возможно благодаря тому, что вы себя как-то подавляли, как-то перебарывали, вот, вероятнее, вероятнее, вероятно, вероятнее. Делать то, что вы делаете, например. не хотели бы и со временем вы вероятно разучились просто себя чувствовать, разучились к себе прислушиваться, разучились следовать своим желаниям, следовать своим стремлениям, следовать тому, что вам нравится, следовать тому, что вам интересно, следовать тому, что вызывает у вас какую-то обратную связь. Вот. И в принципе на этом нужно заострить ваше внимание, на том, когда вы начали действовать вот так вот, ну в обход, вопреки, да, своей, скажем так, эмоциональной составляющей. Вот. И я думаю, что если вы преследуете этот момент, если вы, ну, преследуете данный аспект, то вам будет в какой-то степени, ну, более понятно то, что происходит с вами сейчас. Вам будет понятно то, в какую сторону идти дальше. Вот. Ну, вполне вероятно, вполне может быть такая штука, что вы не очень, ну, не очень просто, всегда не очень понимали, что вам нужно. Всегда не очень понимали то, что вы хотите. Вот. Просто какое-то время вас это устраивало, а теперь перестало устраивать. Вот. Это, в принципе, то, что, ну, в какой-то степени называется кризисом. Вот. В психологии это принято называть кризисом. Вот. Так что, я думаю, поработав немножечко с, допустим, своим эмоциональным интеллектом, поработав, например, с вашими внутренними конфликтами, которые у вас, безусловно, есть, вы могли бы научиться прислушиваться к себе, научиться слышать себя, научиться откликаться на свои, вот, ну, как бы, импульсы какие-то, да? Вот. И, соответственно, уже будете более осознанно действовать. Ну, на мой взгляд, есть некоторые обесценивающие тенденции у вашего вот такого состояния. То есть не просто так и не на ровном месте возникает подобная история. Эта история возникает всегда на определенных рэкетных чувствах, на определенных рэкетных состояниях таких, например, как стыд, обесценивание, ну, вот, и, соответственно, может быть что-то еще. То есть, ну, как бы, может быть еще какие-то моменты. Ну, могут иметь, могут иметь место быть. Вот. Хотя, безусловно, ну, вариантов. Вариантов может быть не один и не два. Вот. Вот то, что я хочу вам сказать. Может быть, имеют определенный смысл обратиться к врачу, чтобы исключить вероятность каких-то физиологических особенностей. Вот. Чтобы, ну, не было физиологических особенностей, чтобы не было вероятности того, что зоология здесь имеет место быть. Вот. Значит, и если это чисто психологическая проблема, то, будучи чисто психологической, это, в принципе, вполне себе решается, значит, через психотерапию. Вот. Так что здесь, ну, совершенно, однозначно, вот, такой момент, такой нюанс, такой аспект можно выделить. Вот. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, как найти то, что нравится. Вот, понимаете, в чем штука? Когда вы спрашиваете, как найти то, что нравится, у меня появляется довольно стойкое ощущение, что вы себя как будто бы заставляете искать то, что вам нравится. Ну, я должна найти то, что мне нравится. Если я не найду, если я не пойму, то будет что-то плохое. Вот. Понимаете, идея в чем? Дея в том, что пока вы себя заставляете или требуете от себя найти то, что вам нравится, на мой взгляд, что вам нравится. Вот. Ситуация, ну, как бы, не улучшится. Ситуация. Вот. Потому что... Пока вы себя заставляете, вы не будете свободны, на мой, на мой взгляд, ну, на мой скромный взгляд. Вот. Так что... Это то, что я могу вам сказать. Если вы требуете от себя, то, наверное, от... Как конкретно требований к себе надо бы отказаться. Вот. Потому что... Хорошего в этом... В том, что... Вы от себя... Будете... Требовать... Того, например, что... Не очень... Вам хочется, ну... Только... Только от этого будет... Я бы сказал... Минимальное... Минимальное количество. минимальный эффект будет от этого. Вот хочу, чтобы вы это имели в виду. Вот хочу, чтобы вы в этом старались отдавать себе отчёт. Ну и наверное не менее важным является то, что вы пытаетесь выйти как бы за свои пределы. Вы пытаетесь выйти за пределы, например, своих потребностей и желаний, когда спрашиваете, как мне научиться, как мне найти то, чего я хочу. То есть я прислушиваюсь не к своим чувствам, как бы говорите вы, а требоваться делать что-то. Требует от себя действовать как-то. Ну и так далее. Вот, то есть к сожалению это такой достаточно рэкордный, достаточно деструктивный для вас компонент. Что, кстати, проявляется в любви к себе? В не любви к себе, а является проявлением любви к себе. Вот. Давайте мы с вами сейчас попробуем зафиксировать следующее. Есть ли у вас в целом обесценивающие нотки по отношению к себе? То есть, ну присутствует для вас некое такое вот обесценивание, если можно так выразиться. Если вы себя обесцениваете, то чем это значит? Если вы себе сомневаетесь, что это значит? Я хотел бы все. Вот. Тонкости, тонкости я хотел бы знать. Потому что... Потому что... На мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, даже пытались. Вот. Ну... Понятно, что... Может быть вы будете сопротивляться. Вот. Вероятнее всего. Ну, это уже вторичное. Вторичное, я бы сказал, второе. Да. То есть... В смысле... В смысле... Менять. И хотите ли вы это себе менять? Вот. А... Или вы просто... Ну... Ну вот... А... Просто... А... Так вот... Просто спрашивайте. Вот. Чтобы... Спросить. Да. И... Далеко идущих... А... Планов по изменению... А вот этого... У вас... Нет. А вот... То, что... Я могу вам... Сказать. На этом... На этом... Наверное... Можно было бы... Закончить... Мой... Ответ. Я... Наде... Надеюсь... Надеюсь... Что... Вам... Вам это было... Полезно... Надеюсь, что... А... Для... Себя... Какие-то выводы вы... Обязательно сделайте. Вот. Потому, что... Там... Иначе... Будет определ... Ну... Будут... Определённые... Трудности... Для... Для вас... На... Для вас... Вот. Ну... А мы будем рады помочь, если вы решите.. Будьте... Если вы решите... Своими проблемами... Поработать. На этом все. Я... Желаю вам всего самого доброго... И... Удачи! Продолжение следует...